Это крем из желтков, который заварен на водяной бане. Других видов. Первый – это шоколадный, с орехами и с воздушным рисом. Второй – это как мягкая-мягкая наша халва. Это вот такая вот круглая булочка внутри с дыркой. Ее разрезают пополам, заполняют ее кремом. Ола! Всем огромный привет! С вами Таня Испаночка, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами поговорить о испанских сладостях. Очень жаль, но в Испании никогда не увидишь тортиков, пироженок. И также испанцы не любят пить чай. Большинство они предпочитают – это кофе. Ну, давайте поговорим о десертах Испании. И первый испанский десерт – это arroz con leche. В переводе с испанского языка – это рис с молоком. Ребята, это обыкновенная сладкая каша с добавлением корицы. Эта рисовая каша продается в магазине в небольших баночках. Испанцы ее предпочитают кушать на полудник или же после обеда. Я ее пробовала, не знаю. Ну, обыкновенная холодная рисовая каша, никакого фанатизма. Ну, испанцы ее любят, в магазинах ее постоянно берут. Все это, ну, не знаю, детям покупала, как-то не остались довольны. Ну, это на любителя. Второй десерт – это начиес. Это крем из желтков, который заварен на водяной бане. Он бывает разных вкусов. И в центр десерта кладут печеньку Мария. И посыпают сверху корицей. Ну, и третья сладость, я думаю, вы все о ней знаете. Это нямка «Рождественский турон». Да, в основном он продается на Рождество. Испанцы его любят. И он бывает трех видов. Первый – это шоколадный с орехами и с воздушным рисом. Второй – это как мягкая-мягкая наша халва. И третий турон. У нас он в Испании называется «Турон дуро». Похоже очень как на казинаки, только белая, твердая масса с орехами. И четвертый десерт – это наш самый любимый. Это «Роскон де Реес». Это вот такая вот круглая булочка внутри с дыркой. Ее разрезают пополам. Заполняют ее кремом. Кремы бывают разные. Заварной, сливочный крем, белковый. В общем, разные. И как вы сейчас видите, «Росконы» бывают сверху украшены цукатами, орешками. Бывают даже покрыты шоколадом. Даже бывают и без крема. Самое интересное в этом десерте, что там прячутся две фигуры. Это король и бог. Танским поверьям, если тебе попался король, значит, весь год у тебя будет удача, счастье, в общем, все-все-все хорошо. А тому человеку, которому попался бук, значит, на следующий год он покупает «Роскон». И пятая сладость – это марципан. В основном эту сладость испанцы едят на Рождество. И шестой десерт – это мелитос. Это кусочки слоеного теста, покрытые медом. И седьмой десерт – это тарта де кэсо. Это чизкейк, запеченный в духовке. Это самый любимый десерт моих деток. Мы его, в принципе, мы его все-все очень любим. Очень вкусно. И кто отдыхает в Испании, советую. И восьмой испанский десерт – это энсаймада. Это такая круглая булочка в форме улитки и посыпанная обильно сахарной пудрой. И девятый десерт – это тарта де сантьяго. Это особенный пирог, который готовится без капельки муки, а только из тертого миндаля. И десятый всем известный, я думаю, десерт – это испанский чурос. Испанцы его просто обожают. Обычно они этот десерт едят утром с кофе. Чурос – это такое заварное тесто, жареное. Его жарят в форме большого кольца, потом нарезают на небольшие палочки, макают в шоколад и пьют с кофе. Чурос бывает разных размеров, бывает с наполнителем, посыпают сахарной пудрой. Но обычно, традиционно, это нарезают на небольшие палочки, макают в шоколад и кушают. И одиннадцатый десерт – это крема каталана. Это десерт наподобие бламандже. Сверху крем посыпают сахаром, обжигают для того, чтобы появилась карамельная корочка. И двенадцатый испанский десерт – это фланг. Это яичное желе, покрытое карамелью. Его можно встретить как в барах, как в ресторанах, так и на любой полке в магазине. И тринадцатый десерт – это завершающий сегодня в нашем списке – это торихос. Это кусочки белого хлеба, которые замачиваются в молоке, потом обмакиваются в яйцо и жарятся. Когда это всё обжарилось, они обильно это всё заливают мёдом. Это самая главная и популярная сладость на Святую Неделю. Ребята, вот такие на сегодня у нас были сладости. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие сладости испанские нравятся вам или какие бы вы хотели попробовать. Если вам понравилось такого плана видео с десертами, то пишите в комментариях, ставьте пальчики вверх. И тогда я буду видеть, что если вам нравится такого плана видео, тогда сделаем традиционные испанские блюда. Всем огромное спасибо. Как всегда, не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. Поддержите, пожалуйста, мой канал. И всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok